Здравствуйте, дорогие зрители! В предыдущей серии мы с вами посетили разводню Тони Тана. Узнали, как он разводит рыб, кормит их, чем обеспечивает их окраску, как готовит их к экспорту и многое другое. Мы посетили его кабинет трофеев и познакомились с его другом и партнером Джеффри Таном. Затем мы посетили замечательный храм Лин Сен Тонг, дополнительно узнав, как размножаются обезьяны, и расстались с вами на этом мосту. Мы ехали на Пенанг и не знали, что нас ждет впереди. Ну а вам расскажем, что в этой серии вы узнаете, чем отравилась Оксана, где живет Роберт Лин, сколько у него разводен, посмотрите его рыбу, узнаете, какие обработки он проводит, какой клорофил он применяет и многое другое. Мы побываем в огромном храме Кеоклокси, в храме высшего блаженства. Самым большом и красивом буддистском храме Инго-Восточной Азии. Пообедаем в очень атмосферном месте. И закончится наше путешествие в столице Малайзии, в Куала-Лумпуре. В отеле нас встретили с почестями в честь Тайского Нового Года и отличными видами. Мы были очень уставшими и не хотели никуда идти ужинать. Решили поужинать в отеле. При старании отеля мы оказались подозрительно одинокими, что дало нам знать утром. Оксана отравилась и у нее болела голова, хотя раньше мы считали, что ее желудок выдержит все. Оказалось, что осмотр разводен вызывает зависимость. И мы поехали на разводню к Роберту Лиму. Она находится прямо на берегу моря, вернее Малакского пролива. Начался осмотр. Я зашел и ничего не увидел. Вода мутная, стенки слегка заросшие и сильно запотевшие. Роберт ходил и протирал стекло руками, чтобы я мог что-то разглядеть. Сегодня прохладно. Я вас заверяю, что вам сейчас видно лучше, чем мне в разводне. Камера как-то подстраивается. Показывать достаточно хорошо. Мне придется убрать шум разводней и озвучивать для вас. Там было очень шумно, и слушать наш разговор через этот шум неприятно, несмотря на функцию шумоподавления микрофонов. Роберт работал рукой, как автомобильные дворники, устраняя запотевание стекол. Так мы парой ходили. Здесь собрана желтая рыба. Голден Леопард и Голден Эрапшин. Вот так подменивают воду. Рыба буквально лежит. Теперь красная рыба. Роберт применяет карафил фирмы DSM, желтый и розовый. Мы обсудили, как отличить самца от самки. Роберт сказал, что у таких рыб это довольно просто. Только у самки может быть полностью красное или желтое тело. Самец будет бледным, пятнистым. Здесь леопарды, но Роберт сказал, что не очень хорошего качества. Рыба относительно не пугливая. Рыба более пугливая. Рыба более пугливая. Рыба более пугливая. Рыба более пугливая. А здесь смолёчки. Очень хорошо. Ещё Роберт не рассказал, что на этой разводе он применяет воду, как я понял, из колодца. Море рядом, подземные воды очень близко. А на других двух своих разводнях он применяет воду водопроводную, и там вода почище. Смотрите продолжение в следующей серии. А здесь смолёчки. Очень хорошо. Без конечного. Без конечного. Рыба относительно не пугливая. Уходим. Пугливая. Без конечного. Пугливая. Без конечного. Морёчка. Без конечного. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Если купить одну-две коробки, рыба получится очень дорогая. На что я ответил, что если купить больше рыбы, чем ты можешь принять, то можно потерять всю рыбу. И что я хочу немного рыбы, но лучшую. Роберт сказал без проблем. Прайс он может прислать. Чтобы выбрать рыбу, он присылает видео. Но старые клиенты просто говорят, что им нужно и доверяют ему. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 это игрокин. Это лепот. Это 1 раз яичный. Это лепот. Это лепот. Это лепот. И вот? Иропсион. Это более маленькие молодые рыбы, но форму уже видно И уже окрас не совсем такой вот большой, но уже видно Убежал Ботикер Апсен, вот он, вот этот один Ботикер Апсен А, сейчас он поможет смотреть на него Опа! Вот такой вот, реально красавец крупный, относительно крупный И скажу, что там прям двадцать, но около того Как вы использовали красавец? Да, красавец. 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 Вы используете карафель красный? Да, да. Я использую DSM. DSM? Да. Сколько? 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 3-5 грамм кг. 3-5 грамм. У вас есть 30 грамм кг. Это — иоротень зелень. Это желанная скаяпель. Это пальцем одел touring. Это череп с цветом еще раз. И spring ягода. Главное желание. Это как черный мелод. Это черный мелод или черный мелод? Да. Это дайга? Здесь стекла получше, хоть что-то видно. Дальше было много аквариумов с частительно злитой водой для подмены. Роберт пытался там что-то показать, но разглядеть нереально. Это я вам показывать, извините, не буду. Как часто вы меняете воду? Мы кормим рыбу вычьим сердцем, поэтому мы должны каждый раз менять воду. Я спросил, чем кормить мальков? Он ответил Артемий, маленьких три раза в день, меняют воду два раза в день. А когда переходите на фарш, в размере от полдюйма до дюйма начинаем давать вычье сердце. Сухой корм не дает, но многие клиенты кормят сухим кормом, так как это проще. Малька забираем от родителей через две недели. Никаких проблем с посадкой малька на родителей нет, кроме альбин. Вот у нас накопили, альбин горокабатывал? Какая-то нулевая. Болокату5-минха тернатимой. Несть, мы calc嵌 ли high função. Малька применяем детон,関机, не включать тело. Рисунок неровный, пятна с более тонким рисунком. 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 Рыба и одна из них получилась с точечками, соответственно, она ягуар. Рисунок неровный, пятна с более тонким рисунком. 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 Как pharm嘗 indicировать из 기대? Ах, они у них маленькие. Маленькое. Очень красиво. Это тоже... Это тоже суперпанкера. Вы ждете, когда они делали пар. Да? Да. Почему вы поставили четыре фуши? Для их подправки. Да. Рыба выделяет слизь. Очень активно. Здесь у них икра. Все одевают сеточки. Сетки никуда. Сколькоа литра в воде? В воде воде 100 литр. Супен партер будет хорошо вырвать к кукулу на кукулу. Сначала они вырвали в кукулу до конца, до конца. Да. После двух недель, вырвали. Два недель, вырвали? Да. Кукулу нужно вырвать к кукулу на кукулу. Да. Да, да, да. Это белый пищевый. Я думаю. Я думаю, что вы знаете. Я думаю, что вы знаете его. Я просто говорю с ним. Сниму-ка я еще раз рапшинов и супер партер. Вот пара, которая сидит на икре, стоит на икре, может плывет на икре, активно защищает. Можно видеть прямо сколько слизи у нее. Очень хорошо работает. Явно посадят без проблем, он и говорит. Только альбины у него не садятся на родителей. Это пара с мальками, кажется. А, или соседи. Но этих тоже должны быть в мальке, мне кажется. Но не видно. Прятал всех. Эти сидят в тюрьме. Эти сидят в тюрьме. Почему вы пометете лотам в тюрьме по ней? Почему вы добавили лотам на верхушечка? Иногда các родители не хотят лотам к ним. Натал着 лотам к чтению. Специально, мы засыпали лотам, чтобы лотам к чтению ехали в тюрьме. Такие лотам могут двигаться? Да. но пара остается более стабильным чтобы пара не стряхивала с себя мальков вот он вот отсадит вот но но и и и и и и и и Все это больше, чем жирного цвета. Это албина-платина. Игра. 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 Только вода все это лучше, потому что... ...звык. Игра. Да, цвета. Игра. Игра. Но гра. Очень красиво. Почему ты не делаешь конус? Нет, они уже используют. Я никогда не использую конус. Все мечут на стенке. Никогда не делаешь конусов. Вот здесь стенка, вперед. И вот такую сеточку. Альбина Платина. Вот эти вообще крупные. А так все альбины гораздо более мелкие. Самочка в какую форму имеет. Не большая, но... Да. Ну, дальше такая будет. Не просто кругуля. А здесь самец, наоборот. Очень хороший. Использует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 У него такого аквариума около 100 литров. Второй калдок лежит и ждет, когда придет вода. Ягуарчики лежат. Мамочку спрятали, он, видимо, более спокойный. Калдок уже наливается водичка в поле. Это мягкая рыба, но уже мягкая. На нерест посажено. Загораживает, а там он самочка в гормах и детками. Продолжение следует... Другая комната, здесь тоже бары и больше мелкого моря. Продолжение следует... Световой, объезд закрыт, правда видно от света с малючками. Отличные колеры, самка и самец, очень яркие, причем они короткотельные такие, это, наверное, Малентин, Малентин. Пропустили, я еще по низу не смотрю. Вот классный. В Украине посадил, чтобы пара образовалась. В Украине. В Украине. В Украине. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это Макюри. Класс с Побор. Макюри. Макюри. И это? Это Макюри. Это Побор. Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошо. Бесконечный И очень разный Разморозка А потом дадут рыбкам Я спрашивал у Роберта, куда он продает рыбу Он ответил, что местный рынок забирает только примерно 10% Остальное экспорт Какие страны? Сингапур, Англию, Мальту, Гонконг, Китай Сингапур, естественно, является реселером То есть перепродает рыбу по всему миру Роберт рассказал, что он каждую неделю обрабатывает рыбу перманганатом калия Дозировку смотрит по цвету Он применяет формалин Не сказал в каких случаях и как часто Применяет окситетрациклин OTC Чайную ложку На 200 литров аквариума еженедельно Иногда применяет метронедозол Ну и дальше вступил в игру наш замечательный водитель Алан Вы видели улицы Джорджтауна, Пенанга И вот мы приехали в замечательный храм Итак, храм Кек Лок Си Или храм высшего блаженства Храм был открыт в 1905 году А в целом строился в течение 40 лет С 1890 по 1930 годы В результате долгого строительства В архитектуре соединились китайские, тайские, берманские элементы И прием из общества Но все же по большому счету он считается китайским Изюминкой храма является Семиуровневая парада Рамы Шестого Внутри которой находится 10 тысяч статуй Будды И 36-ти метровая статуя Богини Милосердия Храм очень красив И интересен из-за своей разноплановой архитектуры И смешения стилей Осматривать его можно часами Настолько он огромный Для того чтобы подняться на самый верх статуи Богини Милосердия Даже предлагается воспользоваться лифтом За небольшую плату Хотя можно преодолеть подъем и пешком Но наш водитель сказал какие-то секретные слова И мы заехали на самый верх Сверху открывается панорамный вид на Джорджтаун и остров Сам храм находится на холме ниже статуи И подниматься к нему тоже придется по лестнице Через бесконечные ряды торговцев Продающих все что угодно Начиная от революционных амулетов И заканчивая туристическими сувенирами В виде магнитиков и матрешек Но это нас не интересовало Данный храм это визитная карточка острова Пинанг Я предлагаю просто посмотреть И отдохнуть после бесконечных рядов аквариума Оставь cartолена Коготриую С retailers И не показа вамï Что такое такое И вот такие симпотные китайские львы Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok